Итак, не знаю, какое у вас время, но желательно, чтобы оно было добрым. Это утро, ночь, день. Все равно, чтобы это все было добрым. Итак, многие задают очень важный вопрос о ламинарном шкафе. Давайте мы этот вопрос сейчас озвучим, покажем немножко так крупным планом, как это все выглядит. Это выглядит приблизительно так. Этот стол обязательно размещен на металлической поверхности. Сам шкаф должен быть для того, чтобы она постоянно обрабатывается очень такими агрессивными средствами, довольно таки концентрированными, поэтому там любые другие поверхности для этого дела не подходят. Ну или пластик, но пластик нежелательно, потому что мы здесь ставим спиртовку, и ввиду каких-то неблагоприятных условий пластик будет сплавиться или сгореть. Поэтому лучше все-таки металл. Теперь смотрим внешний вид вот в открытом таком состоянии. Если я не ошибаюсь, размер его где-то полметра 50 на 50 и на 100. Вот такие вот у него параметры. Это специально так, ну сами понимаете, что это изготовленный ламинарный шкаф, но шкаф довольно таки хороший. Итак, первое, что нам нужно сделать, это открыть место для того, чтобы туда засунуть что-нибудь. Руки или банки. Значит сделано вот таким вот образом. То есть здесь поднимается вот это стекло. Там есть где-то у него какие-то стопоры, где-то были, но это все не важно. Оно двигается вот таким вот образом. Ламинарный шкаф в любом случае это очень хорошая и положительная штука, тем более если он есть стационарный и не часто используется. Сами понимаете, что здесь внутри нет никакого движения воздуха. Даже если попадают какие-то там пылинки и все остальное, это перед работой аккуратно вытирается дезрастворами. В агрессивных количествах это спирт с лизоформином. Потом это все может прожигаться ультрафиолетовой лампой. Специально здесь предназначено. Там еще вот есть лампочка. Вот здесь мы внутрь так вот зайдем сюда. Там еще лампа просто для подсветки, но в данный момент она не работает. Для этого мы используем немножко другое приспособление. Вот такую лампу накаливания. Эта лампа накаливания здесь находится по той причине, что этот ламинарный шкаф спроектирован как ламинарный шкаф и как инкубатор. Здесь можно держать пробирки и держать соответствующую температуру, которая нам будет необходима. И так как это все будет происходить, здесь есть такая вот панель управления. Здесь включается ультрафиолет, здесь включается свет, здесь включается дополнительный прибор. Это лампа или что нам будет необходимо в работе. И здесь стоит термодатчик. Этот термодатчик выставляет ту температуру, которая нам нужна внутри. И не нужно там ставить каких-то хитрых обогревателей. Для такого маленького объема вполне хватает обыкновенной лампочки накаливания или чар. Вот и все, что будет здесь необходимо. Теперь делаем отсюда вывод, что если это готовилось как инкубатор, то соответственно видите, что стенки довольно-таки толстые. Каркас сделан из металлопрофиля. Это ДВП. Внутри он обшит полностью, со всех сторон обшит пенопластом двойкой. И проклеен внутри фольгой. Фольга сама по себе материал довольно-таки непрочный, но ввиду таких вот очень ювелирных мероприятий, которые здесь происходят, этого вполне достаточно. Это фольга для утепления сауны. Да, для пароизоляции, для отражения ультра, не ультра, а инфракрасного освещения. Но я ее использовал, она наклеена просто на сам пенопласт и после проклейки клеем ПВА довольно-таки образовалась твердая поверхность. В принципе она даже пальцем не прогибается, но это нам не нужно. Мы здесь не будем проводить никакие военные действия. Мы здесь работаем четко вот с этими лабораторными предметами, которые будут нам нужны. Это петли, в которых я рассказываю, как они делаются. Это какие-то там пипетки обязательно. Здесь должны быть, вот видите, здесь стоят маркеры, которые используются только при работе в ламинарном шкафе и их отсюда нельзя брать для других целей. Здесь, в принципе, вот после даже вот этой съемки мне придется сделать здесь карантин, опять же прожигать какое-то время и произвести влажную уборку, влажную уборку спиртом. Ну и как видим, сами стенки, ну все аккуратно, то есть здесь все углы проклеены, он есть абсолютно герметичный. То есть сюда воздух даже, можно сказать, что не проникает. Теперь, какие приборы здесь находятся? Видите, что здесь есть термометр с гигрометром и часы. Тоже очень хороший в работе, иногда нужно засекать какое-то время. Это хороший прибор для ламинарного шкафа. Они находятся вот здесь. Вверху находится еще один дополнительный термометр. Он здесь находится для того, чтобы, ну так вот, сверять все-таки показания электронного прибора и такого аналитического, или как, термометра, он здесь приклеен. Здесь видим термощуп от терморегулятора. Он измеряет температуру внутри этой камеры и подает сигнал на то, на включение-выключение вот этой лампочки. Так достигается здесь необходимая температура. И что еще рассказать об этом шкафе? Что-то у меня была еще какая-то важная мысль по этому поводу. Вот. А теперь же самый главный вопрос. Самый главный вопрос, с чего начинается понимание любого человека о ламинарном шкафе. А где же здесь вентиляция с нейрофильтрами? Давай будем искать, смотрим, нигде нету. А как же так? Что же ламинарный шкаф без вентиляции? Для чего нейрофильтры и вентиляция в ламинарном шкафу? Очень создается ламинарный ток воздуха. Поэтому ламинарный это текущий. Это не ветер, но это давление, скажем, воздуха, которое будет поступать в этот ламинарный шкаф. И вот вентилятор подает через нейрофильтр это давление. Внутри ламинарного шкафа создается положительное давление. И если мы туда вносим, например, руки или извне туда попадает, ну не попадает какая-то инфекция, то давление внутри шкафа будет вытеснять эту инфекцию изнутри в наружу. То есть воздух проникает оттуда сюда, а не отсюда туда. Вот этим будет все достигаться при, ну вообще в ламинарном шкафе. Как же здесь я решил вот этот технический вопрос без этой вентиляции? Значит, этого давления положительного можно добиваться и другим способом. То есть принципиально я сделал вот такое свое открытие или изобретение. Здесь мы будем использовать разницу температур внутри ламинарного шкафа и во внешней среде. И понятно, что более теплый воздух он расширяется и начинает идти в сторону более холодного воздуха. Таким вот простым образом, зная какая температура во внешней среде в помещении, этот ламинарный шкаф подогревается лампой на температуру на 2-3 градуса выше, чем находится она во внешней среде. Таким образом, то давление, которое находится внутри шкафа, оно будет идти наружу и мы добиваемся точно того же результата, чего бы мы добивались с очень дорогущим нейрофильтром, очень дорогущим каким-то ламинарным вентилятором и всем остальным. Это все можно сделать с помощью ума и рук. И вот такой вот лампочки за 3 рубля на крышке, видите, вот пришаманил. Очень хотелось там запустить, то я, наверное, не вникал долго. А знаете, ничто так не постоянно, как временное. Вот она так сделана и так она, наверное, будет здесь работать. Вот. И таким вот простым способом мы добиваемся положительного давления внутри вот этого ламинарного шкафа и ток воздуха у нас идет изнутри наружу и добиваемся точно такого же результата. Ну и в любом случае нужно так сказать откровенно, что все-таки это не операционное, и мы здесь не имеем, то есть не работаем с жизнью человека, и нет такой уже большой ответственности, если у нас что-то пошло не так. Это исправляется очень простым способом для того, чтобы устранить вот те некоторые нет как погрешности в нашей работе или в технических средствах. Вот я вам сейчас покажу простой пример. Вот для чего нужен карантин для питательных средств. Вот эти среды изготовлялись абсолютно в одинаковых условиях. Они все готовились одновременно и здесь они находятся на карантине. Мы заодно сейчас и посмотрим, что произошло. Смотрим, что произошло. Среда, видите, подсохла. Это говорит о том, что в самой питательной среде было много агара. Она получилась довольно твердой и сейчас она тут сворачивается, мы что-то на нее все равно будем сеять или сделаем какие-то посевы внешней среды. То есть мы ее используем в любом случае так, как нужно. Эта среда все хорошо с ней сложилась. Но иногда, знаете, как бывает, вот из-за чего вот эта среда тверже, чем вот эта. Из-за того, что это наливалась чашка первой, а эта наливалась предпоследней. И чем дальше вот этот агар, он все равно садится на дно, и чем дальше до последней чашки, он становится все тверже и тверже и тверже. И в конечном результате вот последние чашки вот получились вот такие. И смотрим, вот какая у нас тут красота. Красота среди бегущих первых, нет и отстающих. Ну, это нужно посмотреть. Какая здесь красивая культура какой-то триходермы. Среда ей вообще нравится. Вот даже давайте понаблюдаем. Видите вот эти короны вокруг самих. Ну, здесь массивное осеменение. Это что-то грубейшее. Это скорее или чашка, ну, при постановке. Я сейчас, ну, не имею права просто ее не открыть, ничего сделать. Она вот так будет сразу утилизирована в том виде, в котором ее есть. Потому что это бактериологическое оружие в лаборатории. Мы вот так ее сразу поместим в какой-то кипящий раствор серной кислоты. И мы это все уничтожим. Вот. Но вот эти короны... Ну, это произошло из-за того, что в процессе вот постановки где-то крышку мы немножко хлопнули рукой. И в это время это подсосало туда внутрь воздух, где-то из внешней среды. Ну, это скорее всего произошло перед ламинарным шкафом. И она уже в шкаф попала вот именно такой. И что здесь наблюдаем? Вот опять же вернусь с этим короном. Видите? Вот вегетативный мицелий, даже этой триходермы, это то, что я рассказывал там на сыре. Он растет, он белый вообще. А старый мицелий становится уже зеленым. Это уже цвет, скорее всего, спор на самих клетках, которые он обильно желал бы высеять во внешнюю среду. Но эту возможность мы ему не предоставим. И теперь подведем итог, сделаем вывод, что мы здесь наблюдали. Вот те погрешности в технических каких-то средствах, которые у нас есть, мы будем исправлять не валянием, называется, а катанием. То есть, если мы не совсем есть, у нас возможность все сделать там в каких-то архи-неро-мощных лабораториях в Великобритании, и стать знаменитым британским ученым, то мы это делаем вот таким интуитивным способом. Мы делаем много питательных средств. И то, что у нас не получилось, мы просто-напросто вот смотрим еще одно. Вот какая здесь красота. Несмотря ни на что, чем бы там не была эта плесень, но растет она тоже красиво. Это тоже гриб. Только немножко у него другая судьба. Если в лаборатории или на грибных блоках этот... Реально видим, что, видите, культуры растут по самому краю самой чашки. То есть, не изнутри. Это, опять же, тот же случай, когда хлопнули крышкой при постановке, и инфекция просто попала с самого краешка. Видите, как радиально она разрастается, как восход солнца. То есть, по самому краю вот этой среды где-то попала клеточка. Значит, если в лаборатории это бич божий, грибовода, то в сельском хозяйстве даже сейчас начали готовить специальные препараты, которые называются триходермины. Которые называются триходермины. Их специально вносят в грунт для того, чтобы повышать качество грунта. Я даже читал какую-то научную такую работу, диссертацию на эту тему, что от количества триходермы в грунте зависит вообще качество этого грунта, и его питательные свойства, и рост на нем разной сельхозпродукции и так дальше. И так получилось из-за этого количества чашек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, девять. Две у нас просто отбраковываются. А остальные возвращаем аккуратненько на свое место. Ну это конечно жуткое мероприятие, что сейчас у вас происходило перед камерой. Просто задают вопросы относительно устройства этого ламинарного шкафа. Ну и хотелось ответить все-таки на этот вопрос. Но то, что вот сейчас я делаю, я бы этого никогда не делал. Это мне добавило сейчас лишней работы. Это придется весь шкаф теперь перемывать. Включать на длительное время бактерицидную лампу. Ну и где-то сутки-две нужно ждать, чтобы здесь пока осела вся пыль. Потом сделать еще повторно влажную уборку. После этого закрыть, снова прожарить. И ламинарный шкаф будет уже готов к тому моменту, что можно будет производить какие-то очень тонкие там пассивные работы и все остальное. 15 минут 41 секунда. Ну я думаю, что все прошло на одном дыхании. И надеюсь, что вам это все понравилось. Следите за каналом. А с вами был Макс Аллер.